Продолжение следует... 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 но все-таки наш генеральный прокурор, вернее, офис генерального прокурора приняли решение, пока Коми не трогать. Тем не менее, это не значит, что... То есть, как Коми тут же выскочил с твитом, сказал, что, ну, можете передо мной не извиняться, но, в принципе, в общем... Твит со словом «сори» можно было написать. Да, можно было бы что-нибудь написать, хотя не за что это все писать. Там Коми понятно, что он, конечно, накуролесил, мама, не горюй. Но, тем не менее, я, опять же, сейчас все показывает на то, что мы ждем... Значит, это был только один первый репорт из серии... Винни, прошу прощения, это был второй репорт. Первый репорт Горовца вышел тогда, когда он посоветовал уволить Эндрю Маккейба. Это был его первый репорт. Сейчас вышел его второй репорт в отношении Коми. Но это только два из целой серии, потому что там продолжается расследование. Сейчас они почему... То есть, они немножко разделились. Горовец смотрит на ФБР и Департментов Джастис, а Джан Дурам, это прокурор из Массачусетс, он больше... Там даже по тематике разделилось. Горовец сейчас рассматривает вопрос абюз Файз-Аккорд, то есть, злоупотребление секретным судом и так далее, нарушения, криминальные нарушения в том числе. А Дюрам смотрит на то, с чего все это началось, кто же все это сфабриковал, и что послужило поводом к этому расследованию специального прокурора. То есть, очевидно, какие-то последствия будут. На этой неделе никаких новостей так особых не было. Мы следим за этим, поверьте мне. Как только что-то появится, мы обязательно вам сообщим, потому что, конечно же, это всех интересует. Что касается вот этого доклада, о котором ты говорил по КОМИ, очевидно, трудно было сделать кейс, чтобы суд принял решение, обвинительный приговор вынес, и так далее. Поэтому, наверное, генеральная прокуратура не стала этого делать. Отрицательный момент заключается в том, что половина страны, если не две трети страны, по сей день не знают, что творилось в ФБР, в так называемом разведывательном сообществе. Что, по сути дела, был заговор против президента, сначала против кандидата, потом против президента. Они не знают этого, потому что, поскольку не было предъявлено официального обвинения мистеру КОМИ, то все эти либералс, так называемые, которые, кроме как из CNN, MSNBC и Колберт, они откуда не черпают новости, они даже не подозревают о том, что существовало. Если бы было предъявлено официальное обвинение, то и CNN, MSNBC, ABC, CBS и вся эта шатья-братья, вся эта армия проституток, они бы вынуждены были об этом говорить. А так, две трети страны находятся в полном неведении. Они по сей день, такие как Лёлька Могилевский, и таких еще много, ждут, когда они будут устраивать банкет по поводу импичмента, а импичмент по поводу калужин между Трампом и русскими. Они по сей день думают, что Трамп с русскими был в сговоре, и только еще не доказано. Вот они ждут доказательств, понимаешь? И вот то, что не предъявлено обвинения официальных, это не стало, как бы, информационным поводом для этих проституток на масс-медиа. Поэтому две трети страны, если не больше, живут в полном неведении. Вообще, либералы, те, кто пользуются услугами CNN, те, кто черпается, это наиболее неинформированная часть... Вообще. Абсолютно. Потому что они живут по той легенде, которую им преподносят эти проститутки, иначе я их называть не могу. Да, да. Которые вдруг с чего-то называют себя журналистами. Ну, тут еще знаешь... Они живут в полном неведении. Абсолютно. Это не значит, что они идиоты, это не значит, что у них низкая IQ. Нет, они получают ту информацию, которую им предлагают. Они живут вот в этом пузыре и до сих пор уверены, что Трамп сотрудничал с русскими, что он выиграл благодаря русским и так далее. Вот это самое... Знаешь, мне кажется, что Коми не предъявили обвинения. Почему? Потому что мне кажется, что там, как говорят американцы, там есть рыба побольше. Я имею в виду причины выдвинуть ему обвинения в отношении Файз-Аккорд, в отношении предоставления вот этих липовых документов. Они, мне кажется, не хотят сейчас выдоставлять обвинения, потому что получается double jeopardy. То есть, если они ему сегодня выдвинут обвинения, они не смогут эти обвинения выдвинуть потом, когда Дурам все-таки что-то накопает. Причем он-то накопает, там вопроса в этом нет. Поэтому, может быть, из-за этого. Те из нас, кто смотрит не только CNN, MSNBC, CBS, а еще и Fox News и слушают консервативных радио-ток-шоу, на шоу Fox News, в частности, довольно часто выступают журналисты, которые занимаются расследованием, которые настоящие журналисты. Настоящие журналисты, да. В отличие от этих проституток, которые работают на MSNBC, сумасшедшие или на CNN, абсолютно дебильные. Так вот, журналисты, которые говорят, если вы слушаете постоянно, если вы складываете этот пазл, то вам становится ясно, что проделки Никсона по сравнению с проделками Барака Обамы, это мальчик в песочнице. Детский лепет, точно. Потому что там, причем там пытались, так сказать, посадить жучок в один телефон, прослушать один номер телефона. А эти, этот кенийц использовал всю мощь разведывательного аппарата, мало того, они привлекали иностранные разведки к тому, чтобы шпионить за избирательной кампанией противоположной партии. Аппозит пари. Английскую, австралийскую. Итальянскую. Итальянскую. То есть, этот скандал, на самом деле, такого уровня, его трудно себе вообразить. И уж если Никсон подал в отставку, ему объявили, намерены были объявить импичмент, я думаю, что Барак Обама должен сидеть в тюрьме. Ну, кто-то очень... Такое сложное стоит о том, что он абсолютно точно знал о том, что происходит. Без его ведома это не могло происходить. Не, ну, они уже, они уже показали вот эти триатузы, все эти дела, в плюс показание Питера Страха, да? Где он сам в своих текстах, в текстах пишет, что... medicineakov Oman хочет знать обо всем, что происходит, да. Так что... Но самое это страшное заключается в том, что вот эта часть населения, которая бьет себя пяткой в грудь и кричит о том, что они либералы, они за свободу, они прогрессивные, они все это очень спокойно и нормально воспринимают. Даже когда они узнают все досконально, даже когда кому-то из этих высокопоставленных заговорщиков будет предъявлено обвинение, я думаю, они будут выходить на демонстрации протеста. Ты же помнишь, когда Маккейбу объявили о том, что было представление криминальное, GoFundMe собрал полмиллиона долларов моментально. То есть это люди, и поэтому неудивительно. Меня все это возвращает в 30-е годы в Германию, когда одна из наиболее культурных развитых наций превратилась в нацию баранов, идиотов, подонков, которые приветствовали людоеда, который уничтожал миллионы людей. И вот точно так же эта либеральная масса, не за, очевидно, незаметно для себя, превращается в массу, вот в такую массу управляемую, зомбированную массу, которая не понимает даже, что происходит, которая согласна с тем, что Барак Обама использовал государственные институты против своих политических оппонентов. И они это все воспринимают нормально. А знаешь, почему? Потому что их это не касается. Вот если бы они напрямую пострадали от того, что происходит, вот слежка, нелегальная слежка за гражданами Америки, да, если бы они попали под следствие, потому что там трата-тат, вот тут они бы кричали благим матом, «Караул спасайте, что это за страна?» А так оно их не касается. Так это страшно, их становится все больше и больше. Мало того, они выполняют свои ряды за счет нелегальной иммиграции. Да, так оно и есть. То есть, как бы, я не пытаюсь, так сказать, нагнетать ситуацию, рисовать какие-то ужасные картины, но на ваших глазах это происходит. Вы же видите, что устраивает Антифа. Кстати, стрелок, который член Антифа, поддерживал бета-урорка, член Антифа и так далее, но об этом средстве массово не говорят. Вот если бы он не, дай бог, сказал бы, что Трамп — это его кумир, вот тут мы бы имели головную боль. На всех уровнях они кричат об угрозе белых супремасистов, но Антифа устраивает массовое побоище, отдельные члены этой организации устраивают массовые расстрелы. Кстати, мне бы было интересно услышать у нас есть радиослушатель из Бостона. Я знаю, что у нас такое есть, вот мне бы очень было интересно услышать его мнение, знает ли он что-то в этом стрейт-параде, который проходил в Бостоне, где пострадало очень много людей. Так что, если вы нас слушаете, если у вас есть какая-то информация, хотелось бы услышать из первых рук. Ну и, конечно, хотелось бы очень услышать от нашего радиослушателя из Сан-Франциско. Есть такой у нас Владимир, который, вот мне бы хотелось задать ему вопрос по поводу того, что объявил их... Да, так вот я, кстати, и говорил. Значит, терроризмом занимается Антифа, а, скажем, Сан-Франциско объявил террористической организации Национальную стрелковую ассоциацию. То есть, с одной стороны, это смешно, безумно, и абсолютно, так сказать, ну, они живут в каком-то перевернутом мире. Представляешь, целый штат. Там есть, конечно, отдельные каунти, где живут нормальные люди, но это подавляющее... Это меньшинство. Потому что подавляющее большинство населения Калифорнии, это абсолютно... Я даже не знаю, как их назвать. Вообще непонятно. Они определили, назначили, значит, национальную стрелковую организацию, ассоциацию НРА, террористическую... Домашним террористом. Да, домашним террористом. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что если вдруг удастся протолкнуть закон, так называемый Red Flag, Red Flag — это закон, который позволяет отнять оружие без суда и следствия в том случае, если кто-то пожаловался, аторитис о том, что вот человек, дескать, занимает какую-то позицию странную. И вот представляешь себе, 5 миллионов человек, членов Национальной стрелковой ассоциации, сразу становятся нелегальными. Вне закона. Вне закона. То есть, если 5 миллионов американцев, которые принадлежат к НРА, то есть являются членами Национальной стрелковой ассоциации, они автоматически становятся людьми вне закона, потому что они принадлежат к террористической организации. Они не просто становятся людьми вне закона, они становятся домашними террористами. Вот на что способны, еще раз говорю, они не дураки, они не идиоты, они придумывают разные такие мульки, которые обычному человеку в голову не придет. Но они настолько изощренные и настолько опасные. — Знаешь, у меня сложилось какое впечатление, что у нас сегодня Калифорния выступает как так называемый бейта-сайт, то есть это место экспериментов. — Полигон. — Полигон, на котором экспериментируют разные идеи, оружие и так далее. И чем эти идеи абсурднее, тем их с большим удовольствием принимают в оборот штат, а потом оно идет дальше. — Вот так же, как Барни Сэндерс, который выступал, скажем, несколько лет назад с какими-то идеями, которые большинству американцев, подавляющему большинству американцев казались, ну, по меньшей мере, не серьезными, а вообще идиотическими, идиотскими и абсолютно неприемливыми. На сегодняшний день эти идеи обсуждаются уже кандидатами в президенты. — На уровне дебатов, представляешь? — Совершенно верно. И сразу вспоминается окно овертона. То есть сначала вбрасывается какая-то абсурдная идея, которая не принимается никем, которая вообще даже, ну, кроме человека, который, на которого смотрят как на идиота полного, никто вслух высказать не может. А потом со временем, когда к этому подключаются средства массовой информации, подключаются так называемые эксперты, ученые, эта идея становится предметом обсуждения, и потом эта идея становится легитимной, и она овладевает массами. — Да. Причем, самое интересное, знаешь, я могу понять людей, вбрасывающих такого рода идеи, которые в них сами верят. Ну, есть такое понятие, знаешь, если вот я верю в то, например, в какую-то социалистическую идею, и я эту идею проталкиваю, я ее, как говорится, муссирую и так далее. Но, ведь эти люди, они идут абсолютно в противоположную сторону по отношению к своим же собственным идеям. — Так всегда было. — И никто об этом не говорит ничего. — Там всегда было, есть и будет. — Да ничего никто об этом не говорит. — Барни Сэндерс, который говорит о том, что надо делиться, что богатство — это плохо, и так далее, и так далее, стал миллионером. Бомж, который до 40 лет нигде не работал, который даже, которого выгнали из коммуны этих хиппи, которые вот за то, что он был слишком ленивый, вдруг стал вот таким вот вождем, я не знаю даже кого, не пролетариат, но к пролетариату он не имеет точно никакого отношения. — Нет, но это вообще... — Бомж, бездельник, дармоед, одним словом, приведк. Он вообще, он живет за счет налогоплательщиков всю жизнь. — Всю жизнь. — И он же этих налогоплательщиков ненавидит. Вот что самое интересное. — Давайте, прием звонок. — Добрый день, вы в эфире. — Здравствуйте, это Владимир, вы вынудили меня позвонить. — О, слава богу. — Сан-Франциск. — Слушаем вас, Владимир. — Да, вы знаете, я не знал про эту инициативу. Ну, что я могу сказать? У меня-то все, друзья, вооружены, с ног, зубов, и все имеют оружие и ездят стрелять. — Угу. — Хотя, я не покупал давно, но я, насколько знаю, Сан-Франциско сейчас невозможно купить. То есть, надо отъехать там 10-15. — Ну да. — Ну, хотя бы там пересчитесь роман. — Да. — Ну, потом они собираются повысить налог на недвижимость в два раза здесь, по-моему. — А, ну да, у вас они недостаточно высокие, поэтому... — Ну да. — Да, вы слишком мало платите. — Ну, с другой стороны, что я вам могу сказать? Вот если отъехать немножко на ИС, в смысле, на восток, за Сакраменто, вот в горы, — Да. — Там совершенно другой народ, и там все красно. Все красно. — Вы имеете в виду... — Я вот на днях разговаривал с мужичком, ну, уже, Плейсер Вилл, город, там совсем другой народ, очень такие. Все за репаблика. — Вы имеете в виду больше туда, к Неваде, там, Лейк Тахо? — Ну, даже не к Неваде, вот если, ну, вы же знаете, теорию, да, вы здесь были. Вот если вы уже с Сакраменто заезжаете, там уже идет Рудорадо-Хилл, — Да, да, где майнинг, где люди такие. — Да, серьезные ребята. — Там уже все, другие люди. — У меня появилась идея в отношении поднятия налогов и как это избежать. Если у вас есть какой-то кусочек прапорти, там, ну, вот я имею в виду задний дворик, да, а если вы возьмете одного бомжа и разрешите ему поставить палатку у себя на прапорти, может, вам эти налоги вообще с вас снимут? — Ну, может быть, может быть. Я бы на вашем месте узнал это дело. Нет, ну, это, конечно, это, конечно, ужасно. — Ну, просто я буду потом выгребать это самое шприцы из огорода. — Ну, да, 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 да. Спасибо вам огромное. И вот этот интересный, этот мужичок, с которым я разговаривал, ну, у него там несколько акров земли, у него там стрелковое оружие куча, он там олени на своей территории стреляет, вот. Он мне сказал, что они чуть ли не вообще хотят в Калифорнии отдельно. Вот, вот, красная часть. — Да. — То есть, весь берег, он вот демократический, а отойдешь глупый, совсем другие. — Ну, слава богу, что у вас там есть хоть кто-то еще, который умеет думать и вообще как-то... там у нас Ньюнис есть, да? Я, правда, не знаю, отбитый спирал. — Девиз Ньюнис, да. — Спасибо. — Спасибо вам, большое, огромное, спасибо вам. Будьте здоровы. — Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Итак, уважаемые дамы и господа, мы только что прослушали рекламу ресторана «12 стульев», и я бы хотел привлечь ваше внимание именно к экстренному сообщению о том, что в ресторане поменялся пароль. Да-да, поменялся пароль, и если вы хотите поучаствовать, скажем так, в беспроигрышной лотерее, вы просто обязаны, как только вы зайдете в ресторан, сказать этот пароль, а пароль звучит так. Я полагаю, что торг здесь не уместен. Итак, я полагаю, что торг здесь не уместен. Запомните эту фразу, она действительно поможет вам выиграть что-нибудь очень интересное, что-нибудь очень стоящее, так как, произнеся такой пароль, вам немедленно поднесут «12 стульев», каждый из этих стульев в себе несет какую-то очень интересную скидку или предложение по поводу цен и продукции, которые предлагают в этом ресторане. поэтому обязательно скажите этот пароль, выберите стул и все то, что будет в этом стуле указано по поводу скидок, вы это все получите от хозяев ресторана. Итак, ресторан «12 стульев», 1224 West Dundee Road, это у нас Buffalo Grove, угол Arlington Heights и Dundee Road, номер телефона 340, 224, 347, 2918, 347, 2918, 12 стульев, милости просим. Ну а мы продолжим. В минувшее воскресенье в Тамботер, в Вашингтон, штат Вашингтон, в одном из Волмартов там стрелял один хлопец, двух ранил, потом пытался угнать машину, и другой, гуд гай, с пистолетом привалил его. Ну да, просто, чтобы не мучился. Причем он не просто с пистолетом, но у него был лайсенс. Так что вот. И что же сделал Волмарт после этого? Волмарт после этого отказался от продажи патронов для пистолетов и для полуавтоматических винтовок. То есть так уже на него надавили все эти группы и тут говорят ЦУРАС подсуетился где-то порядка 9 миллионов долларов кинул этим бандам, которые борются со второй поправкой Конституции, которые пытаются ее, не, так сказать, не внести дополнительную поправку законным путем, а просто отщепнуть от наших прав. Так вот, он дал им порядка 9 миллионов долларов с тем, чтобы они лоббировали вот эти всевозможные законы, ограничивающие права законопослушных граждан. Только идиот может не понимать, что любой закон очередной принятый ограничить свободу закона послушного гражданина. Никакой ублюдок, никакой бандит. Ну, нет же законов, разрешающих резать людей, нет же законов, вернее, есть законы, по которым запрещающие, наказывают тех, кто зарезал, убил, ударил, напал и так далее. И что? Ну, ты знаешь, есть абсолютно резонный вопрос, который уже многие пытаются задать вот тому же Волмарту. То есть, судя по их логике, значит, точно так же нужно убрать отдел автозапчастей. Совершенно верно. Там колеса меняют, это тоже надо. Там колеса, там, да, там всякие запчасти и так далее. Так, это первое. Второе, значит, нужно срочно закрыть отдел косметологии, потому что там продаются ножницы, там продаются бритвочки. ножи продаются. Да, да, да. Нужно закрыть отдел, который продает продукты, потому что много людей страдают излишним весом. Понимаешь? То есть, логика, конечно, железная. А вообще, говорят, что порядка 800 тысяч человек умирают от медицинских ошибок. Я думаю, что госпиталя и врачей нужно как класс ликвидировать. Естественно. Да, дело врачей завести, кстати, да, но самое интересное не это. Поговорите с корпорацией Декс Спортинг Гудс и узнайте у них, как они себя чувствуют в отношении прибыли от продаж с тех пор, как они перестали продавать оружие и все это делают. Ну, допустим, если где-то в городе находится Walmart, я думаю, что это еще как-то прокатит, как-то так. А вот, скажем, в Вискансине там Rural Area и там Walmart и такие здоровые являются таким не только магазином, в котором все подается, включая оружие и боеприпасы, но и таким культурным центром. Там мы как-то ездили в Минамени и там безкультурный центр. Молодежь тусуется, знаешь, заходят там вечером, поздно, уже ночью практически. Они там работают круглые сутки. Я не думаю, что этим людям, которые там живут и вот у них там рядом этот Walmart, что им это понравится, потому что особенно охотники. Магазинов, которые продают амунишин или оружие, не так уж много на самом деле. И ехать куда-то за десятки верст. Но ты знаешь, с другой стороны, вот я не понимаю эту логику, объясню почему. Значит, ну не мы, а наши, как говорится, провоци, которые прошли, помнишь, prohibition, да, вот запрет на алкоголь и так далее. Это что, Америка перестала пить или в Америке создалась мафия, которая до сих пор просто рулит, как она хочет. Вот объясни мне, если Walmart перестанет продавать патроны, от этого что, американцы перестанут всякий запрет ведет к тому, что появляется черная лога. Это неизбежно. Абсолютно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. А, здравствуйте. Здравствуйте. Еще с патронами, с оружием шум после этого Мидленд Тексас и Одесса Тексас стрельбы в том, что этот человек, который стрелял, он легально, в принципе, не имел права иметь оружие, но он купил его каким-то образом на то, что называется private sale. То есть, одного человека к другому. В магазине он там, где есть проверка бэкграунда, он не мог купить. Конечно. Теперь они нажимают на то, чтобы везде сделать какой-то background check, чтобы от private party нельзя было купить, потому что в других штатах, например, в Висконсине, все, что нужно, это drive-in-life. Значит, я вам скажу такую вещь. На сегодняшний день все, что вам нужно, это приехать на South Side of Chicago, кинуть клич, что вам нужно оружие, вам привезут танк, причем без лайсенса, без background check, без ничего, просто привезут все, что вам нужно. Я, я с вами согласен, те самые люди, которые продают нелегальную наркоту, они продадут вам оружие, я вам больше скажу. Давайте возьмем вот ту же Одессу и Медленд, 7 человек убитых, 22 человека раненых. В Чикаго в прошлые выходные 8 человек убитых, 43 человека раненых. Вы что-то слышали об этом? Об этом никогда не говорят. Был один выкинг в Чикаго, когда было 100 человек ранено, и по-моему 20 юбита. Я не помню, какой это был, выкинг это было. Спасибо. Я слышал об этом, потому что Ларри Лайтфуд, Ларри Лайтфуд обвинила в этом республиканцев. Да. Поэтому я слышу это. Нет, но это... Неудительно, а там есть вообще республиканцы, республиканцы в Чикаго. А ты мне скажи, это, ты знаешь, меня уже начинает немножко честно пугать. Почему? Когда-то я считал абсолютно бесполезным мэром нашу мэр Джейн Берн. Это было там начало, конец 70-х, начало 80-х. Вот она была абсолютно бесполезный человек в городе. Все. Потом был следующий бесполезный человек, это был такой Сейр, когда умер Хэролд Вашингтон, он, этот Сейр, был такой промежуточный мэр, который, в принципе, его просто поставили как попку. Вот ты там посиди, такой свадебный генерал, ты посиди, а там пойдут выборы, мы тебя, значит, кого-то тобой заменим. Итак, сегодня вот эта Лори Лайтфуд, это не просто бесполезно, и те хоть были безвредны, но это же просто негодяйка. Мало того, что она негодяйка, мало того, что она абсолютно безбашенная, плевать, она хотела на всех и на все, но ты посмотри, 100 дней в офисе, да, значит, за 100 дней, кроме того, что она внесла предложение поднять тексты, внесла предложение запретить еще больше, то есть расширить круг запрещенного оружия, что она еще сделала? Вот у меня вопрос был бы к ней такой, покажи мне одну попытку того, чтобы избавиться от вот этой бандитской войны. Ничего. Вот тебе наша мярка. Но зато она имеет вот эти, прошу прощения, причинные места поливать грязью Теда Круза, человека, который, она ему в подметки не годится, ни умственно, не интеллектуально, никак. И она не одна. Вот Тани Принквинкл, они сейчас рассматривают, это, кстати, относится не только к жителям Чикаго, но и к обитателям Кубкаунти. Они создают независимую комиссию с тем, чтобы решить, насколько им поднять property tax. Вот они сейчас этот вопрос рассматривают. Так что, дорогие друзья, даже те из вас, кто живет просто в Кубкаунти, они в самом Чикаго, готовьтесь, готовьте ваши кошельки, прогрессивные демократы Кубкаунти определяют, в какую позу вас поставить, каким образом вас нагнуть и так далее, как залезть к вам в карман еще больше. Другого от них ожидать не приходится. Это такая добрая демократическая традиция. Дебилы голосуют за демократов, демократы дрючат дебилов, но, к сожалению, дрючат не только дебилов, но и всех остальных. Вот я хотел сказать, мы-то здесь при чем? Ну, хотите, чтобы вас дрючили, делайте это, но мы здесь при чем? Вот в этом-то проблема и заключается, что вот это большинство дебильное абсолютно. Но это же, я еще раз говорю, не может здравомыслящий человек голосовать за человека, который пытается его обокрасть. Это только идиот может сделать. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Сергей, они не просто собираются, они же разослали письм по всему кукалу и даже написали, насколько они будут поднимать тексты. Так что, какая комиссия, о чем вы говорите? Уже мы знаем, что очень резкое поднятие будет текстов со следующего года. Очень резко. Да. Вот с чем я могу поздравить демократов? Это не мало. Это не просто не мало, это очень много. При том, что прапорти тексты в нашем штате, по-моему, на втором уровне по стране находятся. А еще я вам скажу маленькую детальку, что наибольшее поднятие налогов будет производиться в Норс и Вес Сабармах. А в этом они тоже написали. А у кого еще есть деньги? Там где-то. Они же не могут собрать там бывшего Кабрини-Грин или там Марта-Вошингтон. Совершенно верно. Они это даже не скрывают. Ну да. Вы понимаете, это настолько удивительно их выбирают. Такое количество евреев живет на норсшор. Выбирают и выбирают женал штаб. Да. Да. Мы выбираем Джен Чикавский, а Джен Чикавский выбирает нашу позицию. Да, да, да. А вы посмотрите, сейчас Реал стоит и говорят, что у нас в Ленойсе ничего не продается. Нагландер Вань. За последние десятилетия, за 10 лет цена на цены на прапортии упали на 20% на 20%. прапорти текст вырос на 20% процентов. Знаешь, меня убивают, знаешь, что? Это уму непостижимо. Как же? Меня убивает то, что... Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, есть еще одна приятная новость. Давайте уже до кучи. квартира заключается в том, что мало того, что я должен за нее заплатить, так еще приходит инспекция, которая меня же и дрючит. Да, понимаешь, за мои жители. Кроме этого, кроме того, что мы обязаны открыть по первому требовательству квартиру, чтобы кто-то по ней лазил и проверял, живут я ассистент в человеческом условиях или нет. Кроме этого, еще такая существует радость. Они с такой скоростью решили собрать эти деньги, что они две недели просто прислали на завтрак весь свой и все должно было быть оплачено до 15 сентября. Да, да, да. Я вам больше скажу. Теперь новая мулька пошла. Если раньше, сдавая квартиру в аренду, ну, там ваш тенант мог вам морочить голову, и вы могли там особенно не реагировать на это, то сегодня все, что вашему тенанту нужно, это позвонить либо в сити-холл либо виллэч-холл и сказать так и так и так и за вами придут вас заставить починить все то, что даже работает. А вот вы сейчас как раз доказали то, что просвещение и образование не совсем полезная вещь по району. Да, нет, это уже все знают, поверьте мне, это уже настолько не секрет, но тем не менее. Ты знаешь, я не могу никак посчитать. Ты помнишь, когда Раунер подписал бюджет? Значит, в казне штата не хватало, если я не ошибаюсь, 32 миллиарда долларов. И он его подписал. Теперь у меня вопрос. Сегодня в городе Чикаго не хватает 838 миллиардов долларов. Где они их собираются взять? Где? даже если они поднимут в 10 раз эти тексты, они не соберут столько денег. Так поэтому отсюда вывод. Ну хорошо, они меня сейчас вжучат, но самое обидное то, что этих денег все равно не хватит. Вот же что касается налогов, что касается муниципалитетов, городов и так далее. Вот тебе еще один пример такой маленький, частный, чтобы понятно было, куда движется эта чиновники и демократы, что чиновники это отдельная партия, совершенно отдельная партия, которая, я даже не знаю, как объяснить это. Вот скажем, налоги, которые собирались раньше, предусматривали, что город или вилочь, в котором ты живешь, берет на себя некие обязательства. Скажем, водопровод. Перед счетчиком есть шотов, кран перекрывающий и после счетчика есть кран перекрывающий. Вот с чем столкнулся один человек. Я пример просто приведу. Ему надо было поменять какую-то сантехнику, он пытается закрыть свой шотов, он не закрывает, не работает. Тогда он идет к тому, который после счетчика, до счетчика пытается закрыть, он тоже не работает, он не закрывает. И всегда было так. Вот этот шотов был твой, твоя ответственность была за это. То, что до счетчика, это ответственность виллоджа, города, в общем, чиновников. Он идет, обращается виллодж, говорит, так и так, мне там нужно сделать, а у вас тут не работает. Это не наша проблема, твоя проблема. Делай меня, и мы придем и проверим. Инспектор придет и проверит. же самое с электричеством. До счетчика ответственность виллоджа, города, муниципалитета. После счетчика твоя ответственность. То есть ты вызываешь электрика в компанию, нанимаешь, они что-то делают, приходит инспектор, проверяет и так далее. Сейчас вплоть для того, что от столба до счетчика ты должен рыть канаву, укладывать кабель, а они присылают электрика, который инспектирует на ту глубину положили кабель. То есть это во всем куда ни сунься. Потому что эти твари, которые сидят в этих муниципалитетах по существующим законам, получают пенсию, получают бенефиты, работают, уходят на пенсию, принимают свою родню кудрявую, лохматую, лысую, которые работают там по два дня, по три дня, по году, по пять, по шесть, неважно. Потом уходят на периодом индексируют пенсию. То есть денег нет, потому что все деньги уходят на пенсии. Конечно. Так вот сейчас все учителя уже отвергли. 16% повышения в течение пяти лет отвергли. Дальше что? В общем, некогда свободная страна превращается в страну управляемую идиотами, которые забывают принимать лекарства, которые должны принимать лекарства, но принимают законы. И чиновниками. И идиоты, которые их выбирают. К сожалению, да. Вот и все. И из идиотов, которые проходят американские университеты, оболваненные совершенно с промытыми мозгами, которым нужна революция, которые хотят бесплатное образование, медицину, жилье. Нахрен в Советский Союз. Особенно это относится к русскоязычным идиотам, которые жили в стране, в которой было бесплатное образование, бесплатное медицина, бесплатное жилье, практически бесплатное, 13 рублей платить. Нахрен с пляжа. Не надо эту страну превращать в Советский Союз. Но самое печальное, что эти идиоты, типа Ленки Могилевского и Ижи с ним, они даже не понимают этого. Они никогда не согласятся, что то, что происходит, движет нас в этом направлении. у некоторых из них хватает безумия заявить о том, что страна движется вправо. Куда нахрен вправо? Ты посмотри, уже шаг шагнуть невозможно. Все контролируется, все расписано, цензурируется. В какое право? Налоги какие? Какое право? Вот в этом основная проблема. К сожалению. Это окей. Будем надеяться на лучшую мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Руки не опускаем. Наш броню поезд. Так что, друзья мои, и вас призываем не сдаваться. И на выборы обязательно надо ходить. Это единственный путь. Не воевать же с ними. Не бить их всех по головам идиотов. На выборы надо ходить. И голосовать правильного. Спасибо. Будьте здоровы.